Привет, дорогие мои сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал! Это я, папочка сплетников Антон Эсс, и у меня сумка полная доказательств! Поговорим про абсолютно ужаснейшую новость про кота Твикса. Об этом нельзя молчать, об этом нужно кричать на каждом углу. Поговорим про безумие Ольги Бузовой. Поговорим про контроль Кайли Дженнер над Тимоти Шаломе. Эх! Поговорим про безумные отношения Нюши. Поговорим про зависимости Тины Кароль и Маши Нинагаровой. Все в сегодняшних сплетнях, все в сегодняшних новостях. Поэтому наливайте большую кружку кофе, нам будет что-то сегодня обсудить. Дорогие мои дамы и господа, сегодня у нас такая вот интересная новость, да? Я читаю новость и здесь сегодня под этим впечатлением. Кто не знает, российские железные дороги РЖД изменили правила перевозки животных в связи с тем, что кота Твикса выбросили из поезда. Кто не знает, буквально несколько дней подряд просто абсолютно все паблики об этом говорили, абсолютно все паблики говорили, давайте найдем кота, давайте найдем преступника, который кота выкинул из поезда на 30-градусный мороз. О чем речь? Проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Петербург, выбросила на мороз кота Твикса, решив, что он уличный. Это произошло еще 11 января на стоянке в Кирове. Мужчина, с которым ехал кот, задремал и не заметил, как питомец выбрался из переноски, и кот, значит, стал ходить по вагону. Тетка... Мы не будем фотографию показывать, потому что здесь непонятно, она ли это или нет. Вот там такая, знаете, ряха, что... Ты понимаешь, какой человек снаружи, точно такой же он внутри. Как утверждает сама проводница, она спросила несколько раз у путешествующих пассажиров, чей кот, никто не признал, что он его хозяин, и она решила, по ее словам, выкинуть кота на 30-ти градусный мороз и из поезда, потому что вдруг в этом самом Кирове и есть дом этого самого кота, и, мол, пусть котик найдет саму дорогу домой. Кота искали 5 дней, сегодня его нашли, с утра пораньше публикует Мэри Терамон в телеграм-канале, что кота нашли, но кота уже и не было. Ужасная абсолютно новость. Сам хозяин, здесь непонятно вот эту вот тему, вроде как сам хозяин, спустя 10 часов только обратился к проводницам на тему, что не может найти своего кота. Никто сначала не признавался, но появилось вот это вот видео с камер наружного наблюдения, как невменяемая тетка на 30-ти градусный мороз выкидывает бедного кота на улицу. Когда его нашли, сказали, что, ну, те, кто провел осмотр, что кот только-только отдал Богу душу, и что он все это время был жив, и старался он выжить. Не получилось у него. У него трагичная судьба. Только 3 года назад его взяли из приюта, то есть кот и так со сломанной судьбой. И то, что сейчас вот эта поездка, чего ради она была нужна, его везли после, насколько я понял, серьезной операции. Его везли домой. Не довезли его домой. Абсолютно кошмарнейшая новость. У меня сегодня весь день слезы на глазах, потому что несправедливо. Знаете, когда только-только появилась эта самая новость, у меня почему-то сердце было спокойное. Вот я сидел и думал, господи, все будет хорошо, его найдут, все будут счастливы, и тетка все равно ответит по закону. Нет. Не нашли кота. Убежал по Радуге, назовем это так. Абсолютно кошмарнейшая ситуация. Об этом высказалась Мизулина. В данном случае нужна такая безумная овчарка Мизулина, которая сможет донести до органов. И, скорее всего, благодаря ее огласке тетку дай бог посадят. Я напомню, по закону Российской Федерации этой тетке, если ее признают виновной, грозит до 3 лет лишения свободы. Мизулина призвала наказать проводницу, выбросившую Твикса из поезда, по статье о жестоком вращении с животными. А также предложила подумать над памятником коту в Кирове. Проводница, это цитата, конечно, поступила очень жестоко. Считаю, что ее должны привлечь к ответственности, написала она, повторюсь, если ее признают виновной. Ей грозит 3 года лишения свободы. РЖД официально сделали заявление, цитата, Проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда. В подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций. Также компания принесла свои искренние извинения хозяевам Твикса и заявила о проведенном служебном расследовании, которое позволило бы более детально разобраться в ситуации. Цитата, отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира в течение обстоятельств привели к трагическому происшествию. Ужасно, ребята. Каждое правило, каждое правило недодуманное, ни один закон не продуман, пока он не будет вписан в законы, в требования, в правила тем, что... Трагедии. Это все вписывается трагедией. Каждый божий день я говорю на этом канале, все вы знаете, в течение пяти лет на этом канале мы каждый день говорим, открывайте, сейчас зима, минус 30, открывайте подвалы, открывайте подъезды, ставьте на место, людей, которые выкидывают собак и кошек на улицу, не дайте такого, чтобы трагедия еще раз повторилась. Неужели люди меня не слышат? Что в головах у этих людей? Ну 30 градусов. Ребят, я сейчас сижу в своей обалденной новой дубленке, речь не про дубленку, сейчас плюс 10, мне холодно, минус 30, невменяемая тетка выбрасывает кота на улицу. Я считаю, здесь никакой... Полиция же отказалась возбуждать уголовное дело. Звери, изверги, просто изверги. Ужаснейшая новость. Я надеюсь, такими вот маленькими ужасными шажочками будет привлекаться внимание к проблемам бездомных животных. Везде, везде, ребята, везде. Права животных, они должны защищаться. Изверги должны быть наказаны. Безусловно, если эту тетку сольют, если действительно ее сольют, надеюсь, закон заставит ее ответить на свои ужасные действия. Бедный кот, бедный кот. Взяли из приюта, три года в семье, отвезли, сделали операцию, а сейчас он побежал по Радуге. Ужасно, абсолютно ужаснейшая новость. Мне очень интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Помогайте своим местным приютом. Прошу вас, господи, боже мой, люди, не кидайте мне, например, донат. Вот у вас есть желание. Антош, я такой хороший блогер, дай ему скину 5 евро. Прошу вас, я без этих 5 евро выживу. Они, блин, не выживут. Местный приют. Нашли, узнали, все данные банковские, перевели. Вы будете смотреть на себя в зеркало и видеть глядящего на вас человека, которому не стыдно взглянуть в лицо. Ужаснейшая новость. Давайте пообщаемся в комментариях. Очень интересно послушать ваше мнение. Вчера у меня вышло на моем основном канале, за это у меня есть мой основной канал, где мы с моей любимой мамой выкладываем гадания на картах Таро. Также гадания на Макса Барских, кто пропустил по этой ссылочке, можете пройти и посмотреть. Ну и, конечно, кому интересно, как я урвал эту дубленку от Луэвэ за 70% скидки. Вышел мой вложик на моем влоговом канале, каждую пятницу выходят влоги, по этой ссылке можете пойти посмотреть. Надеюсь, вам влог тоже очень понравится. Там я разыгрываю кошелек от Блинсяга, такую сумочку маленькую, через полторы недели я ее разыграю. Всюши нужно подписаться на мой влоговый канал. Пишет мне Пташка, Здравствуйте, Антон. Смотрю свежий выпуск и услышал про Волю и Лейсан. Про пресвятую Лейсан и ее замечательного мужа Волю. Работаю в сфере визажа. И как-то к нам в Новосибирск приезжал Лейсан и Собчак. Их красили, значит, в этом салоне. Интересный факт. Сказали, что Собчак была очень вежлива и неприхотлива, когда ее красили. Не мешала процессу, вела себя спокойно. Но Лейсан, которую все привыкли видеть, доброй феей, на деле оказалась жуткой, ужасной теткой. Ей все не нравилось и постоянно просила переделать макияж. В принципе, была токсичной. Было это еще лет пять назад, если не больше. Но суть в том, что наша добренькая, как ее показывает Ляся, токсик, а Собчак же наоборот. Про Собчак я бы здесь, конечно, поспорил, потому что, может быть, в тот день в Новосибирске у Собчак было хорошее настроение, а вообще Собчак еще та токсичная тетка. Но в данном случае с Лейсан. Знаете, ребят, мы интересная комьюнити. Вот когда я каждый раз говорю, накопайте что-то, вот принесите какую-то информацию, с которой лично я не знаю, и многие не знают. И вот многие, как в нашем вчерашнем видео, восхитительное видео про Житковского, накопали на его женатико. По этой ссылке можете пройти посмотреть. Давайте накопаем. Не верю я в счастливый брак Лейсана Утяшева и Павлова. Нет, я верю, что он счастливый. Настолько ли он чистый, кристально чистый, без измен и без изъянов, вот в это я не верю. Ну, не верю я. И не потому, что я душный человек, снижавшийся личной жизнью. Вообще мало знаю семей, где все как у кошечки. Поэтому, кто знает еще каких фан-фактов о Лейсану Утяшевой, давайте пообщаемся в комментариях. Пишите в директ моего инстаграма или телеграма, вы останетесь анонимными. А мы очень огромную благодарность это все здесь пообсуждаем. Пишет мне Пташка еще одна. Помните, вот в этом видео мы говорили про Минагарову? Машу по этой ссылке можете пройти посмотреть. Привет, посмотрел выпуск про Машу Минагарову и ее запрещенку. Я сама не знаю, что такое группы. Я спрашивал у своего комьюнити, что такое группы. Но Машу знаю еще лет 7-6 назад. Я тусовалась на армии, тогда был Газгольдер-клуб в Москве. И Маша там всегда тусила сутками. Там все употребляли. И она всегда тусила в компаниях, для которых запрещенка эта. Все. У нее все друзья были, а в основном зависимые тогда. Искали запрещенку везде. Каждые выходные по 2-3-4 дня были марафоны. У них, видимо, она до сих пор не бросила. Тогда они по жести тусовали, пишет мне Пташка. А вы знаете, ребятушки милые мои, не бросила. Я не верю, что бросила. Есть алкаши в завязке. Есть люди, которые сидящие на запрещенке. В завязке не бывает бывших. Если вы сидите, если вы вот так вот жутко тусили, да, вот как будто завтра не случится никогда. Да не поменяйтесь вы. И судя по тому, что сказала наша Пташечка, в этом самом видео повторюсь, вечеринка Мутабор. Тея вечеринка Мутабор не выходила из туалета. А в туалетах они гоняли по очень суровым дорогам. Если вы понимаете, о чем речь, да. Здесь очень интересный момент. От Пташечек пишет мне Пташка. Здесь уже про Тину Кароль. Ребят, Тина Кароль это очень интересный человек. Я сейчас объясню, в каком контексте. Тина Кароль, она пресвятая, да. Она неимоверно правильная украинка. У нее образ, конечно, не нарисованный такой образ. И вы знаете, первый раз, вот в самый первый раз мы начали нести сплетни про Тину Кароль, а суровые сплетни, ужасная правда про Тину Кароль. Я боялся, что мои сплетники из Украины, меня очень много смотрят в Украине, я очень боялся, что меня смешают с грязью, знаете, фанаты. Фанатская любовь очень часто, она слепа, и люди стараются не глядеть на изъяны своих любимцев. И этого не случилось. Огромное количество украинцев говорят, спасибо большое, что снимаешь корону с этой дамы, потому что, ну, не заслуживает она, потому что то, что мы видим вот на поверхности, вот внешка, да, это очень часто. Она не является тем, кем она кажется публично, да. Привет, Антон, пишет мне Пташка. За Карль, это правда, все в Киеве знают, что она сидит на... И не только. Также почему-то молча, что она встречалась с Коломойским. Именно поэтому одно время ее постоянно крутили по всем каналам, в частности, 1 плюс 1, это канал Коломойского. У Карли был один друг, Олег, с которым она это делала. Друг мой. Не буду говорить. Так вот, этот самый Олег... Не буду я-то дальше говорить. Ну, слишком много информации, не хочу слить Пташку. Так вот, интересный момент, когда я сказал про Коломойского, да, то есть, на самом деле, даже я, я слышал про Тину Карли. Ну, не знаю, я сам из Эстонии, я в Украине и не был, и украинские звезды, я только-только начинаю их узнать. Вы знаете, когда я начинал снимать свои первые сплетние новости, тогда только-только дала интервью Насте Влеева Дудю. Я пропустил эту новость, я даже не обсуждал эту самую измитой 15 метров. Я ее даже не обсуждал. А знаете, по какой причине? Я не знал, кто такая Настя Влеева. Я такой человек, который искренне, от всей души, с огромным интересом занимается сплетними и новостями. Я вот погружаюсь в это все, и, знаете, рою, просто жру эту информацию, не могу наесться. Так вот, про Тину Карли, даже я в свое время слышал про Тину Карли и Коломойского. Я думал, это настолько известный факт, о котором знает вся Украина. Нет, до сих пор мне писали люди из Украины. Серьезно, что ли? Вот такое серьезно может быть. И после того, как мы говорили, вот в этом нашем видео, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть про Тину и ее увлечения. Запрещенка, мне говорили, Антон, это вранье. Ребят, если у нее блестят глаза, и у нее очень хороший макияж наложен на ее лицо, это не значит, что она не сидит на запрещенке. Если она, язык не заплетается, если она такая вот не выходит на публику, это не значит, милые мои, что у нее все чистенькое, и она сидит на пепе. Поэтому давайте немножко трезво глядеть на ситуацию. Когда из каждого утюга мне несется, Тина Карлика не прекращает употреблять. Ну, ребят, то, что очевидно известно в светских кругах Киева, до сих пор, наверное, не так уж и известно обыкновенным людям. Назовем это так, да? Интересный момент прилетел здесь нам про комика Александра Гудкова. Он сейчас вернулся. Я так понял, и он куда-то уезжал. Хотя, опять же, я постоянно что-то видел, вот в каких-то шоу на Ютубе. То есть, где-то я все равно видел, и вот сейчас, говорит, он реально вернулся в Россию. Так вот, слушайте, как, я не знаю, продаются люди, или как это вообще называется? Значит, появилась информация, что комик Александр Гудков больше не будет шутить про Россию и готов выступить на корпоративе по сценарию. Значит, по нашим источникам. Гудков сейчас живет в Москве, никуда он вроде не уезжал. Кто-то говорит, уезжал, кто-то говорит, уезжал и вернулся. Ну, вот такая тема, да? И вот его можно заказать на корпоративе. Выступать комик будет только и исключительно по бумажке, без импровизации. Стоимость 2 миллиона рублей за выступление, плюс 10% на счет юрлица. Причем такая цена была и раньше. Единственное существенное изменение. Отказ от импровизации, отказ полный от шуток про Россию, отказ полностью всех шуток про политику. Теперь он будет выступать только и исключительно по заранее написанным организаторам и текстам. Сообщается, что в ближайшее время его будут проверять на инагентство Гудков. Внешне никогда не нравился. Некрасивый парень, но у него есть великолепное чувство юмора. Это то, что у него есть, то это ему не отнять. И у него была достаточно, знаете, через сатиру он преподносил очень правильные вещи. У него же тогда были серьезные проблемы. После той самой сатиры на клип «Шамана. Я русский». Он записал тогда клип «Я узкий». И у него были серьезные прямо-таки проблемы. Да и чуть ли не на колыму его на земле. То есть такая была тема. И вот сейчас он будет только по согласованному сценарию. Ни слова про Россию, ни слова про политику, ни слова на остроту сегодняшней дня. Понимаете, как приказал долго жить КВН? КВН, я в свое время очень любил КВН. Были острые шутки. КВН была кузницей многих звезд, на самом деле. И знаете, когда начался конец КВН? Полностью. Вот просто разрушена была вся система КВН. Когда началась цензура? А цензура началась, она достаточно уже давно. Ну, скажем так, 2-3 года назад. Уже серьезная цензура. Сейчас-то вообще немыслимо ничего пошутить, да? Может быть, 4 года назад. Все. Шутки утратили остроту, потому что шутки цензурируются, потому что нельзя шутить вот эти пальчики, как смешно. Такие шутки больше не работают. Но, к сожалению, в сегодняшних реалиях сегодняшней России иные шутки запрещены, потому что вы не можете ни в коем случае на злобу дня, вы не можете пошутить на ЖКХ, вы не можете пошутить на тему президента выборов, вы не можете пошутить на тему войны в Украине. Вы не можете ничего. Понимаете, Собчак сказал тогда, шокировала бы меня эта новость, но она вот ее озвучила. Мы не пропускаем ничего, пока каждое предложение, каждое слово в наших видео не будет сто раз проверено, ну, не сто раз, но по три раза проверено нашими юристами, потому что неправильно сказанное слово это дискредитация войск, это вбрасывание фейков и как следствие уголовное дело и как следствие вполне возможная тюрьма. Сейчас же Гудков не будет шутить ни про политику, ни про Россию, никаких импровизаций, четко сверенный текст, он выйдет и по бумажке это все прочитает. Ну, такое, я понимаю, сложно. Ну, не знаю, вон Галкин по всей Европе мотается, собирает стадионы, собирает клубы, собирает арены. Это чистая правда. Если вам говорят, там, вот, у него отменили концерт, потому что неправильный билет, ну, вы что, ребят, ну, вы что, кто был в Европе на концерте Галкина, знают туда билеты. Не достать билеты на Галкина достаточно по серьезной цене, поэтому не нужно заблуждаться. А Гудков, ну, делает выбор, да, сегодня интересное видео видел, почему вот Билан поехал, ну, Билан вообще сделает все, все, что ему скажут, он все делает, ему скажут, оп, и он, конечно, прыгнет, да, вот спрашивает, ну, сколько же можно кататься и спросили, что следующее, было интересно, политическое, аналитическое шоу. А сказали, ну, а дальше будет ярая, необходимая для выживания и для сохранения карьеры, поддержка Путина, поддержка войны, и это будет открытая риторика. Посмотрим, свалится ли в эту клоаку Гудков, это очень интересно. Кто вообще что знает, давайте пообщаемся в комментариях. Прежде чем, берем кошмарнейшие новости, пожалуйста, сделайте эту красненькую кнопочку серенького, подписавшись на самое крутое комьюнити сплетников, русскоязычная комьюнити сплетников, у нас крупнейшая комьюнити сплетников на этой планете, вступайте в наши виды. У нас здесь горячо, у нас здесь жарко, у нас здесь каждый божий день, поэтому никогда не пожалеете. И, конечно, поставьте лайк, это секунда вашего времени, очень поможет для продвижения нашего видео. Кайли Дженнер и Тимоти Шеломе. Я был всегда уверен, что и Кайли Дженнер, и Тимоти Шеломе это стопроцентный пиар, потому что им нужно продвигать свои фильмы, ей нужно продвигать свою, как ни странно, угасающую косметическую компанию. Она вот запустила сейчас новую линию одежды. Ну, это все очень сложно у нее там, да? Миллиардерши, мы здесь не будем сомневаться в ее финансовом достатке. Просто ее фирмы сейчас немножко начинают ее компанию, начинают немножко потряхивать. Ну, сколько веревочкой не видится, ребят? Так вот, значит, пишут. Сейчас по всем пабликам полетело. Она, Кайли Дженнер, контролирует полностью своего бойфренда Тимоти Шеломе, боясь повторения ситуации с Трэвисом Скоттом. После измен бывшего возлюбленного, значит, она не доверяет мужчинам. И об этом сообщают, значит, источники рядом живущие, скажем так, да? Цитата. Во-первых, Кайли хотел, чтобы он разорвал со всеми своими бывшими, даже с теми, кого он до сих пор считает друзьями. Он встречался с гораздо большим количеством девушек, чем кто-то думает, включая Лили Роуз Депп, Лоуренс Леон и многие другие. Но Кайли с подозрением, значит, эта цитата, относится ко всем женщинам в его жизни, даже тем, с кем он работает. Еще Тимоти дал Кайли пароли от своих социальных сетей и у него установлено приложение, которое круглосуточно показывает ей его местоположение. Он явно, значит, очарован ею и защищает ее, когда ее, значит, критикуют. По словам инсайдера, такое поведение ее невменяемое, а неадекватное поведение. Потому что Трэвис Скотт изменял, у нее уже двое детей от него, изменял ей, постоянно проводил время на вечеринках в компании других женщин. Цитата. Кайли прошла через ад. Она потеряла способность доверять и стала глубоко неуверенной в себе. Поэтому устанавливает правила для Тимоти. Она не хочет, чтобы он фотографировался с другими женщинами. Она знает, что породит слухи и не может с этим справиться. Только представьте себе, насколько неуверенная в себе женщина. Вы только представьте себе, через какой трэш она пропускает это все и он со всеми с этим соглашается. Пароль. Ладно, я пароль от своих соцсетей. Это моя... Ярик, у меня солнце селит. Давай я это сделаю для для обложки. Чтобы одно дело, чтобы я дал пароль от своих соцсетей. У меня никогда не было даже мысли спросить пароли его или установить метку на его местонахождение, где он находит выше серьезно. И вы знаете, какое унижение для него, если это все чистая правда, если это действительно все не высосанный пиар какой-то проект, если это все чистая правда, посмотрите, какое унижение у нее, простите, у него пароли и метки, чтобы она знала постоянно, где он находится. И какое унижение для него соглашаться на весь этот полнейший тотальный контроль, чтобы она могла следить за ним и всю эту тему контролировать. Ужасно, ребята, это ужасно. А мне вообще интересно, а многие вот у нас, у нас же сплетец, у нас мужиков стало побольше, 20%, но 80% все равно у нас девчонок здесь сплетец. Девчонки, а у вас есть такие вот моменты с контролем, с ревностью, с давай, я позвоню, где ты есть, а покажи мне свой телефон. Читаете вообще телефоны своих бывших? Читаете, лазите там у них по этим самым сообщениям, каким-то смс-ки читаете, нет? Палите ли их со скрытых инстаграм-аккаунтов? Вообще, если да, объясните, аргументируйте. Если у вас просто вселенская какая-то ревность, девчонки, вы унижаете себя. Знаете, я был, наверное, ревнивцем, когда мне было, ну, не знаю, 20-25, да, После этого у меня все ушло. Ну, все, нет, нет, нет. Вот у меня четкая такая философия. Я не буду никогда контролировать, я не буду никогда ничего проверять. Если он захочет изменить, он изменит. Вне зависимости от того, есть у меня пароль от его телефона или нет, знаю я, где он на данный момент находится или нет. Если он захочет дать другому, он пойдет и даст. И по факту имеет полное право. Не, ну, все свободные люди. Мы, конечно, сразу расстанемся. Вот здесь эти вот мои уже правила, да? Но по факту это так. Интересно, кто, че так ревнивы ли вы? Блин, девчонки, держите себя в руках, не дайте вот этой чревоточни просто уничтожить все это. Трэш полный. Теперь, если послушайте ваше мнение, давайте пообщаемся в комментариях. Я не понимаю, это прогрев или нет? Значит, Нюша вроде как расстался со своим мужиком, а более шести лет замужем за бывшим чинушей этим Игорем Сивовым, который занимается, ну, чуть ли там, ну, очередной жрущий солнце. Очередная говорящая глава, которая выдает банальщину из интернете как откровение какое-то божье, да? Посмешище. У них двое детей, сын Сафрон и Серафима Симба. Ну, без шуток! Серафима Симба. Она же рассказывала раньше, да, что, когда она ждала второго, он ей изменял, сам Сивов говорил, что тогда измена произошла, потому что Нюша утратила интимную привлекательность. Она от тебя второго ждет. Чудик. Интимную привлекательность она для них. Без Нюши ты бы сидел в своей Караганде, без всякого дисреспекта Караганде, и занимался чиновьей этой, блин, непонятной деятельностью. Благодаря ей у тебя появилась возможность обдирать народ, вводить его в заблуждение, зарабатывая на этом деньги. Клоун. Утратила интимную привлекательность. Она простила его, Долго они после этого жили вроде как в Дубае, и вот сейчас она опубликует всякие фотки, без кольца, вот эта вся тема. А в новом треке значит пела «Устал я от обмана, мало ли ты знаешь, грусть сводит с ума, путаюсь, но даю тебе попытку». Они отписались друг от друга в случае, я не знаю, это ситуация, когда они реально греют ее новый альбом, который никому не намотался, или они греют очередной курс, или это действительно чистая правда. Вы знаете, я не люблю неблагодарных, ну правда, я терпеть не могу неблагодарных людей. Если вы даете человеку шанс, ну хотя, знаете, я сам себе противоречу, я всегда говорю, если вы чувствуете себя счастливым с человеком, уходите, не тратьте ни его, ни свое время, ну правда. Но, сказав все это, я всегда держу в уме одну простую формулу. Если она от тебя родила уже дочь, второго ожидает, наследника, да, но здесь немножко нужно врубать не эгоистичного мужичка, а врубать ответственного человека, потому что здесь не только между тобой и ею, да, а у тебя здесь ваши наследники, которые ваши общие. Отвратительно он всегда. Нюш, смотри, если это был прогрев, люди это запомнят и тебе прилетит. Хотя, вот, я не знаю ни одного человека, который Нюша приехала, пойдемте на ее концерт танцевать локтями. И не знаю я таких людей, не знаю я фанатов этой женщины, но, если это левый прогрев, ох, какие противнейшие люди. Ну, тут по факту. Сидишь, обслуживай, какие же, блин, противнейшие люди. Как внешние, так и внутренние. А если честно, знаете, вот если я вот так начинаю вдумываться вот про эту пару, да, мне кажется, он манипулятор, а она все равно жертва. Ну, фистая правда. Я так думаю, искренне. То же самое, как у этой невменяемой Лид Дакотте и ее, этот, Федя, кипяток питья. Это все манипуляции известными, богатыми женщинами. Ну, не знаю, насколько они известны, богатые, но, тем не менее, да, только после того, как они стали, что один этот, Федя, насколько риском, что второй, прости господи, как они стали с ними, у них появился вот это вот next level безумие. Давайте пообщаемся в комментариях. Очень интересно послушать ваше мнение. А это, дорогие мои, Оля Бузова пришла отдавать свой голос. Ну, это, конечно, реклама, да, Владимиру Путину. Бузова, как тебе не стыдно? Ты понимаешь, отлично, да, что одно дело, не знаю, там какие-то учители, которых грозят увольнением, если они пришлют фотку, что они проголосовали за великого, блин, Путина. Но ты же понимаешь, что Путин, это диктатор, который 30 лет сидит у власти, который будет сидеть, пока, блин, ногами вперед не вынесут. Ты же все понимаешь, ты же слышишь эти все истории про людей сажают ни за что, за мир у мир, да, акунил он инагент. Все твои многие друзья твои уехали, потому что не хотят жить в полицейской хунте. Ты же это понимаешь, да, идет, ставит свою подпись за великого Путина. Дно, выплывай, это самое настоящее днище. Посмотрите, какое дно. Дорогие мои сплетники, продолжайте поддерживать нашу замечательную инициативу помощи бездомным животным. Продолжайте поддерживать ваших местных волонтеров, поддержите приюты, если видите животное, минус 30 на улице, к себе в пуховик и согрейте живую душу. Вам зачтется везде. Плюс карму, вечный, низкий поклон лично от меня и вселенская благодарность от тиму нашего комьюнити. И только начните мне, а у меня аллергия, а может быть у них блохи. Здесь с таким, как вы, места нет. Бомбит. Продолжайте поддерживать бездомных животных. Прекращайте дружить с людьми, руку не пожимайте, которые этих животных не любят. Потому что вот они все, вот их вся натура. Продолжайте доказывать всему миру, каждый божий день, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетники, вот и все новости на сегодня. Спасибо всем за подписки, за пальцы, за комментарии. Лично благодарны всем спонсорам канала и особенно тем, кто помогает животным. Спасибо, милые мои, что провели это воскресенье со мной. Идите обязательно завтра. Берегите себя. Всем пока.